Проблема, связанная с курением у подростков, была распространена еще с давних времен. Просто курение, или как сейчас привыкли чаще всего называть парение, стало приобретать новые формы. От простых сигарет, в которых содержатся канцерогены, смолы и так далее, перешли к парению одноразовых электронных сигарет, систем нагревания табака, универсальным многоразовым устройством. При этом родителям реже удается восстановить тот факт, что их ребенок курит и тем самым портит свое здоровье с молодых лет, вопреки отсутствию запаха того же самого. А также большую роль сыграла компактность в том плане, что теперь вы не обнаружите пачку секрет в кармане куртки, потому что ваш сын или ваша дочь прячет одноразку, так называем, где-нибудь среди ручек в пенале. Солевой никотин, так же как и пропиленгликоль, глицерин и пищевые ароматизаторы, потребляемые непосредственно при испарении жидкости, вредят здоровью, и это однозначно. Но вредят ли они менее чем сигареты, это тоже очевидный факт. Глупо отрицать то, что сигареты и сильнее воздействуют на здоровье нашего организма и чистоту легких, нежели чем одноразовые электронные сигареты. Напоминаю, что курение родит здоровью и избавиться от никотиновой зависимости так же сложно, как и вернуть свое здоровье, которое вопреки романтизированности процесса курения, вы начинаете портить с малых лет. В современном мире подростков часто упрекают в лене, бесполезном утрачивании свободного времени и в отсутствии рвения к саморазвитию. Однако никто не заряд в корень проблемы и не дает детальный, научный и общественно-субъективный анализ вышеперечисленных тем. Причиной этого и стало создание такого проекта, как проблемы современного поколения. Видео, созданное в общественно-научных целях. И да, это действительно так, дорогие друзья, потому что это несвойственная тема для моего канала, поскольку у меня зачастую выходит только развлекательный контент, и при этом видят меня какие-то научно-субъектные ролики, анализы каких-либо проблем современного поколения. Наверняка неожиданно. Но я уверен, что данные видеоролики вам понравятся, потому что здесь описаны самые популярные, самые наиболее развитые, самые наиболее насущные привитые проблемы современного поколения в нашем обществе. И первый выпуск именно про одну из таких проблем, которую называют никотиновая зависимость. Я думаю, вы все сталкивались с процессом курения, если не слично, так вы видели, как курят ваши родные, знакомые. Начнем с того, что сейчас процесс курения стал все более и более развиваться, появляются новые какие-либо одноразовые электронные испарители, одноразовые устройства, так называемые одноразки, систему нагревания табака и так далее. То есть сигареты уже уходят на второй план. Но при этом люди все равно продолжают курить, они подхватывают различные пиар-компании, акции, производители сигарет, производители одноразовых электронных систем, производители тех же самых жидкостей для подсистем. И при этом, как мы замечаем, в обществе все больше и больше стала распространена вот такая вещь, как одноразовая электронная система или же одноразовая электронная сигарета. Чем она хороша? Она убивает человека. Начнем с того, что она несет в себе, кроме того губительного эффекта, который накапливается с годами у человека при процессе курения. Здесь на кадре вы видите одноразовую электронную сигарету на 5000 затяжек, которая называется Lost Marie. Она со вкусом Red Apple Ice. Что значит Red Apple Ice? Это красное яблоко с альдом. Вы хотите сказать, что у вас дома нет красных яблок? Вы не кладете их в холодильник, вы хотите сказать, что у вас нет лимона, банана либо каких-нибудь других фруктов, которые дают какой-нибудь такой ясный аромат, классный вкус и так далее. При этом, опять-таки, родители, берите на заметку ту информацию. Если от вашего ребенка не пахнет сигаретами, это не значит, что он не курит, поскольку одноразовые устройства с разными вкусами помогают ему не палиться с этим. При этом, опять-таки, компактность. Вы знаете о том, что пачку сигарет крайне сложно спрятать, крайне легко найти в условном кармане зимней куртки. Эту же систему вы точно не найдете нигде. Она может быть абсолютно везде. В пенале, в рюкзаке, да даже просто в кармане. Кто будет это искать? Это обычная флешка. Начнем с того, что вообще находится в этой обычной флешке. Это обычная флешка, перезаряжаемая. Но есть также одноразки, которые не перезаряжаются, то есть их просто выкурили, там есть определенное число тяг. Соответственно, человек их выкуривает, одноразка заканчивается, и ее просто утилизируют. При этом, эту одноразку купить крайне легко абсолютно везде. Попросив знакомого на улице, попросив какого-либо человека на улице, который мимо проходит тебя. Либо же, если вы подойдете в какое-нибудь не совсем распиаренное место, где придают такие сигареты, вам ее тоже продадут. Как бы проблем никаких с этим нет. Да и кто сейчас в современном мире будет курить сигареты? Очевидно, когда есть хорошая альтернатива, замена, кто будет курить сигареты, кто будет травить себя канцерогенами. Но при этом это тоже вредно. Почему это вредно? Потому что в любом случае, любой никотин, который содержится, как и в сигаретах, щелочной, такой же, как и содержится здесь, солевой, он вреден для организма. Чем же он вреден? Это очевидно доказано научным фактом, что никотин вызывает зависимость, и, соответственно, потом это отражается на здоровье человека. Появляются многие проблемы. Естественно, не сразу. Естественно, со временем. Но при этом это также убивает человека. В чем различие между щелочным никотином и солевым никотином? Сейчас я вам расскажу об этом поподробнее. Щелочной никотин содержится в сигаретах. Человек, когда выкуривает сигарету до конца, он ощущает эффект накуриваемости, то есть никотиновый удар. В одноразовых, одноразках будем их называть, в одноразках используют солевой никотин. Он накуривает буквально через первую, вторую, третью тягу, в зависимости от того, какой стаж курения у человека. Потому что у всех, опять-таки, тоже разная дозация никотина для организма, и кого-то это накуривает, кого-то это нет. Но условно, если человек, который не курил, возьмет эту одноразку и просто покурит, его конкретно унесет. И что вы хотите сказать? Что это полезно для человека? Это полезно для организма? Это такой же вред. При этом многие стали делать акцент на то, что ну это же не сигарет, тут же нет смол, канцерогин и так далее. Но это понятное дело, что это не сигарет. Конечно, это менее вредно, но при этом, учитывая то, какая здесь лошадиная доза солевого никотина, то сигареты будут на фоне той же самой одноразки намного безопаснее. Но при этом не безопаснее для легких, опять-таки. Потому что ученые в одном из видеороликов доказывали на примере обычной ваты, как заполняет условная сигарета их, где остаются смолы, просто достают вот эту вот ватку огромную, где все пропитано вот этими смолами, все оранжево, едко, и при этом достают вату, которая была после вейпа, после жидкости, и она была абсолютно чистая, слегка только увлажненная. Ну то есть тот осадок пары, который там остается, вот он остался. И поэтому в качестве того, чтобы можно было бы курить одноразовые электронные сигареты, в них добавляется солевой никотин, который усиливает эффект накуриваемости и быстро впитывается ваше слизистую. Потому что в них невыгодно добавлять щелочной никотин, потому что для щелочного никотина, для его испарения, для эффекта накуриваемости большего количества пара, нужны более серьезные устройства, такие как вейпы, либо поды. При этом также существуют в жидкостях для вейпа разные дозации пропиленгликоля и глицерина. Пропиленгликоль в солевых жидкостях и глицерина, они наравне 50 на 50, а в щелочных жидкостях 70 на 30, то есть чтобы было большее количество пара, чтобы он был более густой. При этом щелочной никотин зачастую, это 3 мг, 6 мг, 12 мг, берут зачастую вейперы, которые парят его на устройствах больше чем 35 Вт и так далее, это по мощности. А солевой никотин используют в подсистемах до 25 Вт и вот в таких вот одноразках, то есть при этом отличий в нем по вреду и по эффекту никаких. Щелочной более долго усваивается, солевой более быстро накрывает. Различий больше нет. При этом вы должны понимать, что это такая же проблема современного поколения. Почему вот, например, подростки, либо же люди моего возраста начинают курить, если не курили? Это вопрос компании, это вопрос того, чем увлекается человек. Если он видит постоянно в компании человека, который курит, либо его вся компания курит, и он не хочет быть какой-либо белой овцой, то, соответственно, он начинает заниматься этой вещью. При этом, скажу вам так, что заниматься этим далеко не стоит. Конечно, это дело лично каждого, и, возможно, кто-то уже курит и не собирается бросать, но я советую отсреститься от этой вредной привычки, потому что ни к чему хорошему она уж точно вас не приведет. При этом ко всему перечню хочу добавить то, что вот эта штука может быть абсолютно у каждого. При этом, описав данную проблему, я думаю, вы сделали какие-либо выводы. Если вам понравился данный видеоролик, то советую подписаться на канал, поставить лайк, и обязательно учтите ко вниманию мой совет. Никогда не начинайте курить, это вредит вашему здоровью. Как говорится, будьте здоровы. До свидания, дорогие друзья. Всем пока.